Акцент на дальнейшее развитие, а в целом положительная оценка модернизации Камволя. Сегодня президент Беларуси посетил крупнейшее предприятие по производству текстиля. В этом году Камволь завершил модернизацию и впервые за несколько лет начал получать прибыль. Вентабельность новой продукции около 6%. Теперь она сможет составить конкуренцию не только на российском рынке, в разработке Азиатский регион и страны Евросоюза. Президент оценил обновленные цеха, ознакомился с технологиями, которые позволяют получить продукт высокого качества, и рассказал о перспективах развития производства. Александр Лукашенко также подчеркнул, что это лишь начало большого пути для текстильного предприятия. По вашему состоянию понимаю, что вы еще не совсем довольны этим производством. Это правильно. Мы окончательно не сделали то, что будет через год. Вот через год можно сказать, что это устоявшиеся предприятия, которые производят хорошие ткани, они продаются на мировых рынках, и вы получаете нормальную зарплату. Мы еще в начале пути. Что меня радует? Меня радует то, что сегодня не хватает людей для того, чтобы задействовать все производство. Это меня радует. И то, что полторы сотни надо сегодня набирать людей, и это будут в основном женщины. Для женщины всегда сложнее создать рабочее место. Это меня радует. И здесь нет никаких проблем. Здесь нет катастрофы. Просто надо не ждать, что где-то в лицеях, колледжах или в университетах вам подготовят людей. Берите сюда людей, приводите за руку своих детей, родных, близких, за которых вы будете нести ответственность, и обучайте. Обучайте. Я уверен, что это у вас получится. У нас достаточно людей, которые хотели бы работать в таком аккуратном, чистом производстве. Ну, вспомните, что было здесь до того, как. Я это помню. Думаю, вы тем более. Поэтому создано хорошее производство, которым вы и я, может быть, будем довольны. Но это еще будущий год. На комволе работает 700 человек, и сегодня глава государства пообщался с трудовым коллективом. Кроме внутренних вопросов, сотрудников предприятия интересовали актуальные события, в том числе спортивные скандалы вокруг участия России в предстоящих Олимпийских играх. То, что сегодня вся Россия фактически лишена оптом участия в Олимпиаде, я не сторонник этого. Каждый спортсмен должен нести свою ответственность. Если бы доказали, что на уровне государства, потому что это государственная поддержка допинга, вот тогда надо наказывать. Но такого вывода МОК не сделал. Но я думаю, Россия это переживет. Надо просто поехать и показать, что Россия мощная спортивная держава. И всем станет понятно все. А если поехать и занять последнее место, тогда вы знаете, какое мнение будет сказать. А, жрали. Сейчас допинга нет на последнем месте. Поэтому все в руках спортсменов. Езжай и доказывай. Чистые спортсмены. Ну, а всякие вот эти оценки, рассуждения и прочее, вот эта вот пена всхлынет, появится трезвость. Россия же ведь сама признала, что были нарушения. Вот они там разберутся и сделают соответствующие выводы. Я уверен, что без России мировой спорт обеднеет. Поэтому Россия все равно будет в этом олимпийском движении, в мировом спортивном движении. В этом я сто процентов убежден. Короче, все в руках самой России и прежде всего спортсменам России. Напомним, возрождать убыточное производство начали в конце 2012-го. Принципиальное решение принял глава государства. Модернизация стоила более 110 миллионов долларов. На эти деньги было закуплено почти 300 единиц самого современного оборудования.